Для вас что значит открытие этого центра? Ну именно для нас это значимое событие, потому что если посмотреть все процессы, которые завязаны, они являются взаимосвязанными, как говорится, не сказав «а», не последует «б». Наше предприятие «Гортехмаш» является основным надежным партнером угольной компании «РЗС Майоревский». На протяжении трех лет мы плотно сотрудничаем, оказывая комплекс услуг по горным работам. Если начинали мы с 10 единиц горно-транспортного оборудования, последующий, второй год, мы вышли на параметры около 30 единиц, то, будем говорить, второй квартал, который настоящий сейчас период. Мы находимся в 2018 году, у нас количество единиц уже более 70. Из них больше грузных автосамосвалов уже подходят ближе к цифре 20. Данное событие сегодня показало серьезный настрой на максимальные качественные показатели. Также значимое – это то, что произошло подписание договора поставки очередного, будем говорить, этапа, вехи – это переход на автосамосвалы больше единичной мощности. Это уже более высокотехнологичное оборудование требуемое, требуется для которого максимально серьезная подготовка всей инфраструктуры. И одно из ключевых – это, конечно, организация сервисного обслуживания, так как на выходе у нас это качество оказания услуг и эффективность, и безопасность угледобывающей отрасли производства. Путин Добраев, могли бы Вы как-то оценить перспективы в целом разреза и бельского месторождения западного? Да, конечно. Если мы зафиксировали на сегодняшний день уже объемы в пределах 15 миллионов кубов экскавации и транспортировки горной массы, то плановое задание последующего 2019 года – это порядка 20 миллионов кубов экскавации и транспортировки горной массы. И в данной программе уже стратегическое развитие перспективное – это выход на 20 миллионов тысяч тонн добычи полезного ископаемого, то есть угля нашего черного золота. А с учетом коэффициентов скрышек – это уже выход на порядка 60 миллионов экскавации и транспортировки горной массы по предприятию. Это дополнительные рабочие места, это дополнительные налоговые отчисления и так далее, как говорится, светлое будущее.